здравствуйте приветствую всех на своем канале мир ирины сегодня я вам покажу вторая часть вот этой полке это обзор моих суккулентов это будет у меня уже 8 серия вот вот эти все суккуленты я их буду отсюда доставать и по очереди вам все показывать и рассказывать о них а также напоминаю всем подписывайтесь на мой телеграм-канал я веду телеграм-канал на телеграм-канале есть ссылка на видео и в закрепленном комментарии тоже будет эта ссылка на видео о продаже и на телеграм-канале также есть список с ценами на те излишки которые я продаю я собираюсь в отпуск с 19 сентября по 10 октября меня не будет так что если кто что-то надумает успевайте да ну хотя бы до 15 сентября то есть остается две недели начну я вот с такой компании в одинаковых горшочках 12 растений это седум литл джем под лампами вот такого цвета он стал так он зелененький очень хорошо кустится хороший седум головки где-то диаметром один сантиметр такое растение название я его не знаю выращено оно у меня из листочка листочек был такой приличный но растение у меня это мелкая ращуя его где-то больше года и стараюсь вот путем переукоренения у него как бы чтобы он вырос именно такого размера какой он должен быть и вот вот эта розеточка уже такая покрупнение покрупнее то есть нужно их срезать и переукоренять переукоренять и как бы со временем она должна вырасти нормального размера как положено как называется не знаю такая история у меня была с историей с грабтоверия кауля скажется она тоже была мелкой я даже не знала что она может быть крупной и когда я срезала макушечки переукоренила она довольно таки намного укропнилась седум ну с баумера он у меня перед переукорененная макушечка пенек дал деток уже проклюнулись детки хорошо дает пенек листочки тоже там проклевываются то есть и от и от пня хорошо и от листочка хорошо размножается довольно таки крупный седум прям как полноценная розетка потерял у меня окантовку потому что у меня лампы не отрегулированы расстояние например нужно 15 сантиметров не менее но и не более 15 сантиметров у меня конечно лампы висят кое-где высоко и зависит от горшочка горшочек низкий высокий в общем вот этот световой поток расстояние от лампы до растений у меня еще не отрегулирован поэтому окантовочка немножечко ушла он больше ушел зеленый но красивый тянутся не тянется пока седум аврора с цветом та же история смотрите растение как бы красиво выглядит но ушел зеленый цвет но все равно он красивый седум едкий это вот такая травка мелкая которую очень хорошо использовать в садиках и хочу вам показать пример как зависит от условий все три седума которые я вам сейчас покажу это все седум едкий он у меня растет в разных условиях вот этот растет под лампами которые подальше от него он вот такой цвет видите у него прям как на мелкий вы похож но это седум едкий вот этот седум едкий в садике садике он у меня смотрите какой он зеленый пушистый растет такой прям как бы ему все нравится этот он стоит под лампами тоже но расстояние другое сантиметров 10 наверно вот расстояние вот от этого и вот этот седум тоже едкий посажен вот с колонхоя вихарского высокий такой высокий такой колонхоя и он посажен стоит на окне на солнечных лучах на оконных вот сколько достанется столько и достанется здесь вот едкий здесь дозефилиум и все они выглядят по-разному то есть зависит от условий содержания вот это эхиверия трампит премиум вот с такими вот наростами снизу это у меня уже снята детка смотрите горшок наверно 6 сантиметров и вот она вот такая уже у меня большая детка кстати если кому понравилось я могу эту детку вам продать у меня есть еще на пне и от листочка еще есть в общем трампит премиум я выращивала из листочков наросты есть все нормально очень такая вот симпатичная розеточка на филом гутатум еще есть у меня просто ленофилом тянется так потом позже в других сериях покажу или сразу вам показать покажу сразу этот вот у меня на нижней полочке стоял получила я его в подарок и смотрите вот как он вытянулся нужно мне его обрезать и вот такой вот так пока я больше ленофиломом не видела может быть у кого то есть пишите я у вас если есть еще какие-то другие виды лена ленафиломова эхиверия лавли роуз одна из моих любимых эхиверий она такая мелкая но похоже на розочку и листики у нее нежненькие такие складывается в розочку недавно я ее выращиваю она вообще как бы я видела у девочек и такая покрупнее растет но я недавно нам еще маленькая друзья у меня под окном спортивная площадка вон там пацаны бегают орут ну куда денешься шум на улице всегда вот такая вот красула пелюцида зарегатная вот такой экземплярчик еще она у меня разводится от лены я ее получила из кемера эхиверия сапсилис полить нужно сейчас заодно и полью что туда тянуться неудобно я их полью вот здесь я пытаюсь восстановить пострадавшую роджерси восстановится не восстановится нет надо будет еще прикупать и выращивать заново как-то у меня неудачно не сложилось с ней с роджерси эхиверия тайни бург приобретенная недавно укореняется приживается продолжаем обзор достала еще группу своих саккулентов показываю дальше седум розби грабта седум это вот такой вот мелкий суккулент который растет такими шапками кучками красивыми постепенно он заполоняет полностью всю поверхность ну на миллярию туда пока как в ясельке поместила для выращивания вот это я вам не скажу название может быть лена аверьянова посмотрит скажет кто это потому что это ее подарок был садик который я разделила и вот в садике была вот такая красота ну то что название нет меня это не удручает потому что все равно это растение очень красивая выяснить название знаете не как сказать не трудно просто не выясняла я как как она называется может если леночка посмотрит напишет вот такой все дом тоже смотрите один из крупных седумов гарри патерфляй это как бы гибрид седума моргана красивый вкус такой красивый получился грабтоверия фанфар она у меня как бы немножечко тянется видно не на том месте стоит но потом подберем ее место получше листики нападали как семена и все листики проросли я даже не заметила когда они туда нападали вы видите листочки и все уже проросли несмотря что такие мелкие прям мелкие маленькие листочки вот трампет пинки трубочки много что-то она у меня отсушила прям много тоже нужно или место подбирать либо полив вот такая красавица мне есть так пинки вот такой седум зеленый тоже его хорошо в садиках использовать у меня он разросся красивенький такой стал вот размер этого стаканчика наверное все знают потому что это распространенные стаканчики по моему сантиметров 6 этот стаканчик вот для суккулентных садиков используется еще я видела такой седум написано что он скальный что ли вот смотрите я и не думала что вот эта мелочь такая вот может так красиво смотреться пенденс недавно получила в подарочек просто раз он уже здесь стоял я вам показываю так у меня есть свой кустик пенденсов я показывала его в предыдущих сериях смотрим здесь здесь у меня тоже такой немножечко как рассадничек посмотрим что здесь у меня седум мажор вот знаете растет он медленно маленький где-то я не знаю полтора сантиметра наверное всего он у меня где-то вот заделый налет у него снялся ничего вырастет это вот из листика пахи фитум аметисту это вот из листика дайквайдер я слышала некоторые говорят дайквайдер не размножается из листика вот пример пожалуйста ну правда из четырех листиков что мне прислали у меня два только два проросли один такой крупный наверное вот эта почечка там нарушена с которой должно крупный корни дал а детку не дает наверное нет вот этой почки которая дает детки это вот красного плауновидная не ложная плауновидная а плауновидная но вроде бы прижилась вот эти горшочки по 4 сантиметра ну чтоб вам было как бы масштаб представить как можно вот такой адромискус название здесь у меня в записях есть как бы на горшочке не написано я не помню смотрите вот он дал у петра лапшина заказывал два листочка деток дал это вот мне лена колючки и листочки присылала красова и триколор назвала тоже но у меня наверное ей не хватает она цвет у меня потеряла здесь как бы белые полоски были но ничего потом ей место подыщу может быть на окошко поставить это вот о котором я вам говорила что я его переукореняю чтобы он покрупнее рос вот здесь такое посадила вот такой седум аврора варигатный красивый сегодня я как-то покусилась думала наоборот чтоб солнце не мешало снимает плохо ну видно все равно это гребтопиталум макдагала вот такой смотрите гребтопиталум вот такие он выдает смотрите плети и сразу же вон корешочки можно вот эти вот эту плеть отрезать укоренить и все и будет розеточкой так вот усами размножается такими вот такая эхиверия имфикац вот такую я не знаю поэтому я читаю по всей видимости это даренная хиверия потому что те которые я заказываю которые я хочу которые у меня в планах я название знаю четко вот такая пахиверия глака клавата не глака клавата с которой я конечно билась уже долго долго она у меня все мелкая была все листья подали наконец-то вот я из нее все-таки что-то получила похоже на грабтоседом глютени калиус похоже но отличается вот такой седом комикстум вот эти корни воздушные это у него такая особенность он всегда выпускает много-много вот таких воздушных корней бороду целую это я про него прочитала то есть это у него такая особенность вот такая хавортия друзья она у меня в двух горшочках разделенная есть это самое первое мое растение которое я купила когда вот моя неудача была те кто меня давно знает смотрят извините заволновалась немного то знают и вот это было у меня самое первое растение которое я купила погрызанное продуктовом магазине в отделе там будочка такая была павильончик или как сказать киоск где сад-огород все продавали и там вот это вот продавалась хавортия я ее купила и вот этот алоэ там тоже был алоэ я уже он у меня как вымахал это я уже отдала там женщине от него посадила себе вот такой отросточек заново теперь выращиваю вот это эхиверия розу ларис тоже должна расти вот такими кучками розочками и всю поверхность как бы устлать должна но пока вот две мне прислали так они вот и сидят ну зелененький веселенький посмотрим когда они мне будут поверхность мою устилать красивая у меня получилось мелкий вы вот она красивая я хочу ее головочку у нее снять переукоренить чтобы пенечек мне дал деток такая красота она для садиков годится мне кажется такая средней величины не крупная эхиверия но нравится она мне смотрите мелкивает ей всего хватает потому что она даже порозовела у меня кошечка красотничек заострять на нем внимание не буду аврора крейсер аврора седром аврора видите от листика как хорошо здесь почти все все вот эти росточки от листочка недавно я получила вот такую группе стресс-вайн красу вот видите зеленая окантовка внутри внутри беленькая красивая вот таких гибридов очень много вот похожих вот таких как бы как на перфорату все похожи да там тум тум много эхиверия дифрактенс вот тоже я это название еще не могу запомнить она у меня не знаю чухается или нет она пострадала я когда ее укореняла взяла пальцем в середину нажала у нее ну как бы чтобы прижать дурында и она у меня это серединка рассыпалась ну нет вроде бы растет нормально ну-ка ой она уже даже и прихватилась укоренилась значит отопьется все будет хорошо вот это листочки номер четыре надо в списке смотреть это лены листочки колючки мне присылала и еще вот смотрите все дом штали ну такой он какой-то меленький за пока засохшие еще особо вон у меня не оживился но живица там вот воздушные корешевочки уже у него есть оживет вот такой грабто питалом по моему да грабто питалом супер бум но это вот вам я напоследок вот показываю супер бум смотрите как хорошо от листика он крупный такой мясистый с налетом сиреневого цвета грабто питалом супер бум вот на закусочку покажу вам вот сбоку полки так как они вот так ветвятся у меня стоят грабто питалом парагвайский смотрите вот такой развесистый уже он у меня очень хорошо от листика размножается грабто питалом снова вайт вот смотрите они как кажется что они похожи но отличие у них все-таки есть вот парагвайский более заостренный смотрите и вот эта ложбиночка более выражена у парагвайского и оттенок немножко другой основой он более такой белесый более такой белый с розовинкой и как-то он более такой округлый что ли ну большого конечно различия нет на первый раз на первый взгляд можно глянуть и как бы сказать что они одинаковы но на самом деле они как бы конечно два вида разных съедом буррито вот такой ампельное растение выращивая его из одного черенка из одного вот из такого череночка выращиваю но листочки вот листочки прорастают но не так активно путем черенкования у меня получилось вот столько его размножить но плетье у меня тянутся к свету тут туда может быть их вот так вот я сейчас разверну и они будут в другую сторону вот такой обзорчик я вам показала еще раз кто досмотрел до конца мое видео я напоминаю подписывайтесь на телеграм-канал вы можете и свои растения выкладывать показать ведь хочется же показать каких успехов кто достиг то есть очень хорошая площадка для общения по интересам и забыла я вам показать вот такой садик кстати я его показывала в телеграм я его показывала смотрите и в коротком шорт тоже показывала я посадила сюда парагвайский граб топиталом парагвайский и каланхоя сирата сирата вот такой вот кучкой когда очень красиво смотрится потому что вот эти вот красавчики деточки вот смотрите какие как кружавчики ну все на этом заканчиваю пока пока подписывайтесь на мой канал всех жду